раннее раннее утро мы на стоянке в березах собираемся сейчас мы сделаем лабаз закладку собираемся отсюда стартовать на вершину от артен планируем через три дня сюда вернуться и выкопать свою закладку он видно вершину халачахаль где мы ночевали прошлую ночь вот где-то там находится кедр отсюда конечно его не видно наш костерчик ну вот мы собрались сейчас выходим травище так вот оставили все залили этой ночью был страшнейший ураган такой страшный ветер что с берез которые стоят рядом с палаткой сыпались сучья прям на палатку и мы все это ощущали прям слышали а самое интересное что не было осадков меня вообще поражает климат этого места какой-то он странный необычный такой страшнейший ураган и вообще ни капли воды утром палатка была абсолютно сухая неожиданно через час после того как мы вышли мы встретили отшельника владимира и немного с ним поговорили я решил опубликовать этот разговор на видео в этом ролике так как он показался мне интересным возможно кому-то из зрителей тоже будет интересно послушайте от чего дятловцы погибли а вы как думал я так думаю так потому что я сам на себе испытал это все и не я один я когда шел первый раз я еще не знал за это все подхожу к это самый по тропе-то иду в ауспе вот и думаю уже устал думаю ну надо и как раз вечер уже начинается надо заночевать я подхожу и посмотрю тут можете представить себе там трава вот такая трава стука чтобы не след оставить это надо тяжесть этим большую надо иметь я имею ввиду она не мягкая там что там дёрна стоящий вот вот чистый трехугольник вот как у тютика вот такого размера как у тютика так трехугольник и следы такие тюк 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 я как их увидал мне страх такой напал я думаю что такое представляете напал страх от этих следов это числе дыбы ли даже не знаю но чисто трехугольник это думаешь уж такое это наваждение какое-то откуда такие следы могли здесь появиться вот да еще в это вмятина такая в этом дёрна и страх напал я раздумаю какой там солнечный тут ночевать и попер в гору это рассмотрю опа обелиску и вот это то я гтк к обелиску подошел а страха так и не проходит я вокруг обелиска обошел все раз и тут это ветер такой со снега пошел но я это самое немножечко как говорится благодати набираюсь с народом ты не доберешься ну и вот и вот этот страх вот как будто за тобой кто-то наблюдает прям буквально и такой страх ага и это самое я когда обошел пару раз это самое вокруг этого обелиска это вокруг скалы снег когда пошел думать у меня так легенечко вот это был ну думаю сейчас я и заморозится еще тут я быстренько побежал и вон туда к этой самой кричушкин там перед их дык 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 вниз сбежал костер топить а у меня такое представление что-то за мной только наблюдают как же буду костер вот в общем думаю же не растопишь так и замерзли за растопил костер все так и так растопился вы про речушку которая вот за эти вот 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 прям сразу это она начинается она затрога пока не падает в это влозь дык дятловцы там и погибли вот буквально можно сейчас вот перевалить вот этот рябышок там стала палатка а сбежали они вон туда кедру вниз вот как раз на этот приток лосьвый правый приток 4 правый так вот а вы например бермудский трехугольник стали же ни разу ничего не что ну что вы имеете ввиду что вот чувство рабле и чувство страха какой-то или гель как на зона и вот раз находит кора аномальная зона какая-то и вот в этом корабле нету людей все исчезли тепленькая водичка все чай и этот попугайчик в клетке сидит а людей нету куда девались так вот ну доподобие такого ну предположение о том что когда где-то что он происходит то вот это тонкости от этого звука сверх тонкий звук он наводит человека страх тоже также вулканическая вулканка а тогда откуда у них травмы у двоих ребра сломаны у двоих голова пробита я вот вообще просто не виду что это самое там уже может он бежали там где-то сын попрыгали поскольку просили еще чем там кто его знает ну там то есть точно не определишь но я имею виду что вот этот страх который нашел на них тоже наш палатка разрезаны с разрезанной палатки выскочили еще раздеты у них не голая ну раздеты все-таки не оделись это что получается как получается что значит от какого-то страха то не убегали значит получается ничего же не буду конечно вот а вот эта гора манси все время говорили что частенько любили так ну круги такие вот и подымались а я когда гулял по этой горе то там такие площадки ну который земля как глина такая наподобие глины и вот это и вот не растет ни трава ничего то есть похоже что как будто она как дышит этим самым значит получаем как-то полосами почему-то куром идет так полосами там дерн да он чистый дернку или кругли мы вчера там ходили ну вот так это самое так это получается что наверняка она дышит к этим самым из по земле в какой-то период а ведь вулканы нечисто же ведь это и сам извергается может он там раз в туалет вот как раз взяты и может и попали под это а вот когда ведь это самое землетрясение если вы знаете был в швашхабате землетрясение земля так вот ходила там так люди же это самое одни приехали священник там со своей матушкой она заикается а чего она говорит это самый такой губ пошел как будто как электрореактивный самолет и летели такой страх напал что это она стала заикаться от этого страха то есть вот этот звук вот это он же пронизывает человека и страх нагоняет на человека и это он теряет рассудок ну может вот это это может предположение но она разница может быть мы вчера вот на том месте ночевали где палатка у них стояла а позавчера эту ночь мы тоже думали вот будет страх не будет страх ветер страшнейший прям дует прям палатку рвет мы побоялись что сломает артен перепадил здесь нету главный ветра там а там у тут как-то в трубу как в трубу дует у этих там пожарные стояли у них палатку сломала они чуть за обелиском так вот в этих в останцах этих не было не было я второй месяц уже гуляет там же сгорело все это весь этот до самого леса вокруг это велиска ну вот сейчас перевалить и увидите все там сгорело ну дёрни весь вот этот вереска вся сгорела но я сейчас когда цены так там вчера подыбался он там тоже лес горел он там где-то далеко очень глида да 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 туда мы видим увидели да ну как раз после молнии значит а здесь две бригады пожарных их их вывозили вчера вертолетом двумя рейсами они там прям стояли на перевале причину не объяснили не сказали сказали туристы подожгли ну а как больше кто-то ну как я тоже раньше думал что там туристы только только туристы но мы никогда я в том году был это можете представить гроза прошла молнии хорошо стоит это я когда проходил и вот круг вот как березка и такого-то целый круг вот такой вот а мог загорелся ну то есть видать как молния как ударила мог загорелся но дождь был и не распространился огонь и затох а то вот так бы загорелся и все не здесь как говорится туристическая тропа она уводит глухое место в дикие места там дальше за за монкунером там же дикие места там же все 100 километров туда-сюда туда и люди никто не живет вот никто-то не ходит и вот зверь не пуганный сам не пуганный а дикая дикая природа она свой отпечаток вот и ты как бы там пожив сечишка с природой сживаешься и получается как бы от нее впитываешь энергию это сам вас как зовут владимир у нас олег ольга ну а я то просто это самое уже с верой иду обычно через семена верхатурского чудо творчества прохожу да а я же не хожу же к столбам этим самым и громко не поклоняюсь однако на его прохожу туда дальше там река есть манья вот я там немножечко сижу рыбачу народ туда не ходит ником я это высшее озеро трубат где-то они возят урват у нас вот тут вот озеро трубат это самое вот тогда раз таки она манья рыбалка хорошая да такая рыба это самая харюшку сломал в трех местах харюш ну там есть и таймень но надо туда немножко это какая-то усть манья или манья это есть вот тут и сразу же как спускаешься за тортеном есть там это самый спуск вот там а есть манья волосницкая какая-то она впадает в печер тоже кроется знаете вот пройдешь вот например там два часа на там где-то ходил и ямка такая небольшая рыбы как кидаешь это где-то близко здесь ну мне да вот это вот прям за тортеном вот там у за горочка еще сарайка если подымешься на на гору спустишься и туда вниз спускайся прям по речушкой идем на это речушечки то есть маньяны картин не видно так вот нашли волчьи волчьи помет прям наверху ну вон шерсти шерсти то шерсти то есть это хищника помет находимся мы на перевале водоразделе высоко очень высоко находимся на пути к катар тену идем по верху по хребту вот они прям буквально вот они вот он волчий помет очень много следов волка мы встретили на обратном пути когда специально искали эти следы как правило эти следы находятся там где следы оленей вот олени подходит к водопою там где ручьи пересекают наш маршрут там же и следы волка так вот еще помет хищника волка палочка вот прям да вот шерстью тут есть волки очень много следов волка много они разные разные по размеру что интересно в одном месте разные по размеру следы волка не встречаются то есть в разных местах разные следы но это и не удивительно потому что в стае волки объединяются только зимой летом они как правило бегают поодиночке добывая себе пищу так как мы вчера спустились вниз сильно потеряли высоту сегодня мы будем эту высоту набирать медленно потихонечку выходить на линию водораздела между сверловской областью и коми именно вот этот хребет поясовый камень он разделяет эти два региона к нам приближается ураган со стороны от артена ждем его сидим если что быстро поставим палатку все вдруг накроет нас у нас наверное на крови час пойдем на торт н прям по хребту здесь есть вот это вот дорога которую накатали квадроциклы и подготовленные внедорожники вот именно по ней мы и пойдем на следующий год обязательно обойдем халачахль спустимся в правый приток реки унья который называется большая хозья и посмотрим где именно формируется вот этот вот страшнейший ураганный ветер который дует потом через плоскую вершину халачахли сюда вниз в долину 4 притока лось вы очень странное необычное место здесь вообще мы сейчас огибаем верховью лось бы все ее притоки потому что это менее трудозатратно для того чтобы добраться до вершины от артен так вот олень пошел еще покажу вот прошел вот прошел тут олень и ходит вот следы волка нашли вот еще след волка это прям конкретно следы волка сто процентов у них пальцы маленько вытянуты вот след волка вот след волка вот прошел волк вот такое облако вас накрыло ничего не видно во все стороны зачем мы вообще пошли на тортен существует такое мнение что группа или часть группы игоря дятлова на тортене побывала просто об этом никто не знает нет никаких документальных свидетельств нет никаких записей в дневниках единственное есть только поздравительная газета которая называется вечерний от артен которую по всей видимости нарисовали участники чтобы поздравить тех кто вернулся с восхождения на тортен в те времена при ссср ну принято так было поздравлять вот с такими вот поздравительными газетами но эта газета ни в коем случае не доказывает то что была все же группа на тортене или не было единственное мы знаем только тот факт что якобы поисковики на вершине от артена не нашли никакой записки от группы дятлова вот это мы тоже будем проверять может мы найдем эту записку а мы ее будем искать неожиданно мы увидели двух оленей которые были на снежнике и которые не сразу нас увидели немного постояли понаблюдали и пошли дальше прям на них они нас увидели и побежали вот следы оленя два оленя только что здесь были вот они здесь топтались вот все вытоптали вот тут перевал дятлова он горелый и вот от артен он вершина на следующий год есть планы обследовать место зоны леса которая находится в трех километрах ниже озера по основному руслу лосьвы мы хоть и находимся недалеко от этого места но для обследования нужно пару дней там почему-то стоял лагерь военных что они именно здесь искали надо в этом разобраться озеро летит частный вертолет вертолет внизу стоит рыбака олега который прилетел на этом вертолете мы снимать не стали без его согласия но хочу выразить ему огромную благодарность это человек с большой душой молодец он нам очень сильно поднял настроение и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok